Бартизака за Бурганова. Служба-служба правит балл. Человек может выдержать столько судов. Вы знаете, вот мы просто, ну, гражданские люди, слушатели, и то сидеть слушать 3-4 часа, это очень тяжело. А человек выдерживает сколько? 2? Ну, каждый день у человека суды, понимаете? Это ж нужно что-то соображать, что-то говорить, ознакомиться с делом, правильно? Поэтому, ну, я считаю, что он подвергается пыткам. Это пытки, самые настоящие. И как можно проводить суд над человеком, который не признал свою вину? Ну, понимаете? Где? Никаких недоказательств, ничего. У следователя СК Данилова он внятно ничего не может сказать. И нарушений со стороны следствия очень много. Очень много вопросов непосредственно к следователю СК Данилову, который сидит на суде, улыбается, понимаете? Ему весело, ему сказочно. Уходят присяжные заседатели и появляются какие-то вопросы к свидетелям, присутствующим на судебном заседании. Почему их не опрашивают в присутствии присяжных? Вы знаете, потому что дело сфабриковано. Дело полностью сфабриковано. Что они могут опросить? Ну, кого они могут опросить? Я слышала, что один свидетель вообще отказался, Смольский, по-моему, что он вышел. От иска на 200 миллионов. Он отказался от иска в отношении Сергея Ивановича на 200 миллионов. На 200 миллионов. Ну, наверное, совесть у человека взыграла. Он понял, что деньги это не самое главное. Я думаю, остальным нужно поступить так же. Все прекрасно понимают. Нечего сказать следствию абсолютно. Никаких неопровержимых доказательств нет. Вот и все. Всех приглашаю на суд 7 июня. Приходите, послушайте, пожалуйста, что говорят наши, так сказать, обвиняемые. Понимаете, это честнейшие люди, это умнейшие люди, которые должны сидеть в правительстве Хабаровского края, но никак не в СИЗО. Как-нибудь реагируют власти Хабаровского края, либо однопартийцы, может быть, бывшие Сергея Ивановича помогают? Вы знаете, был депутат Сидоров. Тоже огромное ему спасибо. Ну, он пришел как слушатель, вот послушать, что, ну, тоже как бы в шоке. Мы общались после суда. Он бывший милиционер или полицейский служил, честно служил. Потом вот стал депутатом, но он в шоке от того, что происходит. А еще суд в Москве заминировали, понимаете? И после этого, получается, сюда не принес. Да, и после этого объявлен перерыв, и это не первый раз, когда то связи нет. Ну, не обеспечена вообще трансляция. Как такового открытого суда его нет. Вот кусочками какими-то, ну, людей на измор берут. Люди пришли в 5 часов, в 9 мы оттуда ушли. Мы уже там собирались и пиццу заказывать. Ну, ходить никто не хотел. Было около 30 человек. Поддержки, да? Да, да. Спасибо тем, кто был.